привет цвет решил снять для вас короткое видео про скутер venta naked это реплика японского мотоцикла honda zoomer x вот здесь 49 и 9 кубиков по документам но по факту 150 кубов выведем сначала мы за территорию снт где мы живем скутер любезно предоставил мой товарищ марк пролезать вот так что ли давай так пролезем заодно как раз и он нормально какой маневренный по проселочной дорожке кстати неплохо едет гравий неплохо глотает так ну что выезжаем на трассу поэтому сейчас здесь вот как раз установим под остановимся чуть-чуть чтобы можно было максимальное ускорение замерить ну что протестим разгон скутера до 60 на 1 до сотни до раз про это машина ну что у нас на спидометре уже 100 а по факту едет он 70 по gps да будем гнать вот небольшая горочка вес мы 97 килограмм на его спидометре уже 105 по gps скорость 80 камера на 50 значит мы можем ехать помедленнее неспроста здесь камера на 50 для чего здесь 50 может быть чтобы вот эта бабушка переходила в неположенном месте а бабушка зачем вы перешли дорогу в неположенном месте сколько мы едем 100 соточку едем ухты выхлопа ничего себе прострелы у нас это когда он тормозит движком воспламеняется в системе выхлопа недогоревшее топливо и он так вот хлопает интересно потихонечку проедем это нас не видит товарища сейчас посмотрим когда он зеркало посмотрит на она у нас видят ему как когда на спасибо справа не хотелось конечно нам ехать делаем чуть-чуть и справа привет друг аккуратненько грузовичок он чаще на самом деле смотрит в зеркало чем другие спасибо инкерман так вот это что у нас такое едет интересно о молодец какой из 48 региона приехал отдыхать и нарушаешь нехорошо зачем тебе такое а вид красивый севастополе необычный вид на самом деле очень красиво горы но вы знаете эти горы в севастополе они такие технически куда не посмотришь что скребут в горах что-то сверлят в горах в этих но какие-то бункеры то какие-то антенные поля ну вот мы собственно и приехали в инкерман можно сказать а полоса то выделена неплохая да здесь как будто бы прямо специально для мото хотя это не так это для того чтобы народ в два ряда не щемился здесь здесь мы сюда повернем дядя нас пропускает спасибо это автобусная конец автобусный конец ну ладно давайте автобус стоит сам по себе а я за ним встаю а ну тут водитель просто профи он вот 11 10 9 8 он за это время успевает докурить надо и и бросить курить не ну чё мы будем поворачивать не что хочу сказать абсолютно маневренный скутер вот когда на нем едешь ничего не шелестит не дребезжит нет такого ощущения что ты едешь на плохом скутере сейчас мы будем плавненько подъезжать горки достаточно сильная горка вначале небольшой подъем здесь написано на 7 процентов и у нас он уверенно тянет тянет но начинает терять обороты я слышу 68 по gps так 69 66 красивый мост какое при этом усиливается подъем ему конечно тяжеловато мою тушку тащить 97 килограммового ветер встречный прохладный достаточно приятно едет достаточно приятно поворачивает чувствуется небольшая вибрация от резины резина такая полувнедорожная спортсмены велосипедисты задней кого нет устанавливаемся устанавливаемся давайте раз два и до отказа 55 60 по gps 80 по спидометру в общем мне скутер понравился хорошо управляется хорошо выглядит хорошо едет я думаю что то что 49 кубиков по документам и шильдик на двигателе и то что по факту здесь 150 кубов и едет он как 150 кубовый скутер я думаю это достаточное основание для приобретения да и цена небольшая у него на самом деле для такого агрегата порядка 90 тысяч ну 90 это я думаю максимальная цена сейчас за которую можно купить в 2021 году этот скутер что могу сказать по посадке у меня рост метр девяносто четыре ну вот сижу я вот вот так вот вот видите как у меня ноги стоят по-хорошему конечно надо отклониться назад как-то да и вот типа ноги сюда поставить но они у меня сюда не влезают ну вот поэтому я сижу как бы ну типа типа чувствую что я на что перееду такой типа немножко назад отклонился ну что могу сказать здоровается с владельцем этого скутера скутера вид красивейший проверим тормоза тормоза неплохие у него еще одна особенность это когда асфальт имеет неровности в виде таких вот как бы волновых складок он начинает козлить то есть начинает прыгать такое ощущение как будто бы амортизаторы не отрабатывают и не стабилизируют вот эти колебания то есть начинается вот такая тема вот так вот начинает дрын 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 ну скоро снижаешь чувствует машинка что зло какое-то стоит так что-то впереди бегающие какие-то мальчики дрын 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 в начале мотошколы медицинскую справку ну и мне отказали сказали что я могу ехать меня не допускают до экзаменов потому что я из другого региона им нужно отправить запрос если уж сказали что человек может сдать где хочет в каком хочет регионе неважно где он там учился должно должны эти процедуры быть быстрые пришел записал через госуслуги отправили при тебе запрос мотошкола мотошкола ответила либо посмотрели в базе по поводу медицинской справки такая же история все и пожалуйста давайте на экзамены вот интересно что-то пропадает тяга я так подозреваю что у меня бен закончился да давайте мы быстренько развернемся а ну да слушай бензин закончился а прикольно ну вот еще один момент надо понимать как работает датчик топлива вот для этого наверное как раз таки надо было заглохнуть не знаю глохли когда-нибудь хозяин этом скутере вот у меня это получилось качу сейчас горочки осталось мне немного хорошо что заглох недалеко а так бы катить бы мне его еще ой 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 кстати накат у него хороший вот заглушенный скутер и накат очень здоровский так ну что попробуем еще завести не не хочет не будем мучить его наверное да не будем ну мне на самом деле повезло что это скутер повезло что это скутер что это не мотоцикл ну вот так что катить его когда кончился бензин не совсем удобно потому что вот эта подножка центральная она цепляет за ногу вот есть это небольшой минус какой хороший у него накат а слушайте здорово вот смотрите разгоняю его бегом и 14 15 км в час катимся замечательно сейчас заправлю хозяина скутер интересно здесь в крыму маки растут везде вроде как мак запрещен но он растет везде как сорняк ну что вот я и докатил скутер почти до дома сейчас я его заправлю и отдам хозяину в совершении хочу сказать что скутер мне действительно понравился едет он замечательно так сказать свои деньги он отрабатывает внешне выглядит очень уж неплохо я думаю что это практически полная копия honda зумера вот здесь вот есть табличка как раз таки изготовителя здесь набит вин и написано что 49 кубических сантиметров так что по идее проблем быть не должно ну и поделить в комментах у кого такой же скутер кого стал останавливают сотрудники полиции какие были при этом сложности может какие-то возникали я думаю что никаких сложностей не должно быть всем спасибо что посмотрели это видео ставьте лайки подписывайтесь пока спасибо 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 за просмотр подписывайтесь на канал подписывайтесь Продолжение следует...